Я благодарен Богу, что имею сегодня возможность делиться словом перед вами, понимаю ответственность. Имея открытые сердца, я вижу у вас сердца открыты, откройте к вашим открытым сердцам также ваши Библии. То слово, то место, которое я буду сегодня читать, оно известно всем без исключения, вероятно, наверное, на процентов 100, что дети воскресной школы, они слышали об этой истории. Возможно, даже преподаватели преподают им, то есть рассказывают им, и не пересказывают эту историю. Поэтому в этой истории чего-то такого нового и вам неизвестного я излагать не буду. Но тем не менее, сокращая свое время и ваше внимание, я прямо сейчас перейду. Кто не знает 15-ю знаменитую главу Евангелиста Луки? Евангелист Лука, изучающий, читающий Слово Божие, вы знаете, что это за евангелист и чем он интересен. И однажды Христос сказал притчу. И эта притча называется притча о блудном сыне. Братья закивали головой, потому что эта история всем присутствующим известна. Еще сказал, у некоторого человека было два сына. И младший сын, сказал младший сын из них, отцу, отче, дай мне следующую, дай мне следующую, мне, часть имения. И отец разделил им имение. Это первое место. Второе место, связанное с первым. Я буду читать послание Пергамской церкви со второй главы книги Откровения. Сокращая время, я буду переходить с одного текста на другой. «Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей, даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умершлен верный свидетель мой Антипа». «И пропускаю, и читаю, но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учения Валаама, который научил Валаака». Здесь ударение делаю на этом слове. «Научил Валаака ввести в собланс сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали». И затем ниже он говорит, «так же есть у тебя там держащиеся учения Николаитов, которые я ненавижу». В истории о блудном сыне, ярко выраженных три личности. Вначале это был небольшой аппетайзер. Сейчас мы переходим к слову. Было три личности. Мы читаем здесь. Это личность отца, то есть это отец. Вторая личность – это младший сын. И третья личность – это старший сын. То есть они здесь показаны очень ярко. И участие каждого, ну, тоже очень ярко Христос обрисовал. Говоря об этой истории, я как-то размышляя над этим, думаю, наверное, не будет неправильно, если бы я называл эту притчу «Притча о любящем отце». Ну, история христианства дала нам название «Притча о блудном сыне», ну, это тоже правильно. Но, наверное, притча о любящем отце – это тоже будет правильно. Первая притча в этой главе – Христос говорил о потерянной овце. Вторая, если читающее Слово Божие вы знаете, начиная с 6 стиха, здесь 15 главы, говорит о потерянной Драхме. А третья говорит о потерянном сыне. То есть, другим словом, Христос показал одну общую картину – это не три притчи. Это одна притча, демонстрирующая потерю чего-то и затем находку чего-то. В первом случае – потерянная овца. Не стоит путать это с 18 главой Евангелия Матфея. Христос там о потерянной овце говорил в другом ракурсе. Христос говорил, ибо Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшего. Это в 18 главе. Ибо кто из вас, имея сто овец, потеряв одну овцу, не забудет 99 и не пойдет, дабы найти следующую. Здесь же Христос, в первом случае Христос не говорил, это притча. Христос о себе говорил. Он говорил, я, этот пастырь добрый, который ищет заблудшую отцу. В этой притче Христос конкретно говорил о пастыре, имеющем 99 овец, который находит. И написано, смотрите, говорит, затем, смотрите, что он говорит. Говорит, 15 глава. Говорит, когда находит, сказываю вам, что так на небесах будет боли и радости, будет об одном грешнике, кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. И Христос не говорит, как во многих других главах 4 Евангелия. Сказал же им следующую притчу. А Христос продолжает, продолжает мысль. То есть, это одна притча, но в трех проявлениях, в трех сказаниях, если позволить, и так применю это слово. И еще, 8 стих. Или какая женщина продолжает мысль, имеющая 10 драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату, искать тщательно, пока не найдет. И нашедший, созывает подруга, говорит, будем радоваться. Так бывает написано, радость у ангелов Божьих и об одном грешнике, кающемся. То есть, здесь картина Иисуса Христа, картина Духа Святого и картина Бога Отца. В первом случае, это иллюстрация личности Иисуса Христа, добрый пастыр-начальник, который находит, берет на плеча, возвращает в стадо, ну и радуется все. Это то, что Христос сделал. Во втором случае, в драхме, это работа Духа Святого. Ну, что-то происходит в нашей жизни, что-то происходит, к сожалению, в церкви, что мы теряем одного из своих. Одного из своих. Женщина имела 10 драхм и одну потеряла. Одну потеряла. Бывает в нашей жизни, имеем в семье. В церкви имеем, в служении, друзей имеем, в общении имеем. Затем обнаруживаем, что потеря есть. Что мы делаем? Дух Святой побуждает нас. И мы молимся, мы стучим, мы просим, мы увещеваем, мы наставляем, мы уговариваем. Это то, что многие из вас делают. В ваших семьях, с вашими детьми. Мы в церкви, наверное, месяца 3-4. Что меня впечатляет по-особому из всех перечисленных с этого омлона. Просьб о молитве. Меня впечатляет, и это близко моему сердцу. Жена, которая сегодня онлайн, она знает об этом. Когда я слышу, вы делаете, папа или мама, не знаю, кто это делает. Вы даже не подписываете фамилии свои. Возможно, братья-пастыря знают. Вы говорите, помолитесь о моем сыне, чтобы Бог освободил его, возвратил церковь. Это по-особому. То есть, кто это делает? Это Дух Святой делает. Это Дух Святой делает. И третья притча – это любящий Бог Отец. Иисус Христос, Дух Святой и любящий. Все работает на потерянное, дабы возвратить. Все небо работает на потерянное. Троица Святая, она работает, заботится, переживает, участвует в том, чтобы возвратить потерянное. И вот три личности – это отец, любящий, это сын старший, сын младший. Но есть некая личность за кулисами, за кадром, которую мы не видим. Но она здесь. Она невидимая. Она такая заувалированная. Она такая неизвестная. Это, знаете, кто? Это житель той страны, который взял этого сына заблудчивого и послал на свои поля пасти свиней. Знаете, дьявол, он хитер. Дьявол, а это вот эта четвертая личность. Пока он в тени, он знает, что может что-то получиться. Как только он покажет свое грязное лицо, ужасное, он знает, о, христиане боятся этого. Христиане этого делать не будут. Поэтому он хитер. Он все держит в тени. Он говорит, попробуй то, попробуй это или вот это попробуй. Он не покажет преисподнюю во всем ужасе, горящее огнем и серой. Нет, он не покажет этого. Он покажет вам другую сторону прелести и удовольствий этого мира. Когда я говорю вам, я обращаюсь к тем, которые онлайн. И эту проповедь мы возьмем на импакт служения. На наше. Там, где миллионы сидят у телеэкранов своих. Поэтому, когда я говорю вам, я понимаю, что по большому счету на меня сегодня смотрят, я люблю говорить, сотни пар тех омытых кровью Иисуса Христа. Вы любите церковь, любите молиться. Вы знаете эту заувалированную, хитрую такую, хитросплетенную, грязную работу дьявола. Грязную работу. Благословение получили двое. Брат Саша, пастор, сегодня говорил чуть вскользь в своей проповеди о том, что они имели право на наследство. Но они имели право на наследство после смерти родителей, после смерти отца. Старший должен был получить, это читающее слово, 21-е второзаконие. Я новости вам не скажу. А там об этом написано в законе. Старший должен был получить две трети наследства, всего имущества. А младший, одну третью. Написано, что здесь, ну не написано, я так интерпретирую, произошла величайшая справедливость и правосудие. Сын обратился, написано, и отец разделил имение. Имение получили оба. Если спросите, какая была проповедь по названию у Юрия Чернецкого, а это мое имя, если вы не знаете, вы многого не потеряли. Скажите, проповедь была на тему «Лучше не уходить». Вот такое простое название. Лучше не уходить. Получили двое благословения. Старший и младший. Но, к великому сожалению, удержать это благословение могут не все. Из присутствующих, и вы онлайн, вы также получили благословение. Получить благословение – это одна часть успеха. Но удержать это благословение, не сорваться, не споткнуться, не упасть, не отпасть, не потеряться – это уже совершенно другое. Совершенно другое. То, во что я одет, где я живу, на чем я езжу – это не благословение. Вы так красиво все выглядите, в красивых костюмах, все культурно, все опрятно. Это не благословение. Это следствие того, что вы и я благословенны. Это результат того, что было нечто, что сделало вас и меня таковыми. Можно потерять одно, второе, третье, но не потерять благословение. Можно друзей потерять, можно дом потерять, можно родных потерять, но не потерять благословение. Благословение – это не то, во что мы одеваемся, на чем мы ездим, где мы живем и какой счет в нашем банке. Это следствие и результат – это последствие того, что вы благословенны. Дьявол имеет большие проблемы с вами и со мной, если мы благословенны. Он знает, что он пробовал посягнуть на ваше и мое благословение три года назад. Не получилось. Пять лет назад – не получилось. Десять лет назад – не получилось. Тридцать лет назад – не получилось. Пятьдесят лет назад – не получилось. Он знает, если вы и я благословенны, он в большой проблеме. И пришли дети Божьи предстать пред Господа. И пришел между ними и сатана. Первая глава Иова. И обратился Господь к сатане и сказал, обратил ли ты внимание на раба моего Иова, ибо нет такого на земле человека, как он. Вот, двоеточие, непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. Вот это характеристика, вот это благословение. Иов не имел того, чего имеем мы сегодня. Ну, мы намного благословеннее, если так, чисто по-человечески рассуждать. У нас Слово Божье, то это огромное благословение. Иов этого не имел. Но смотрите на жизнь Иова. У нас завет с Богом через кровь Иисуса Христа. У нас кровь Иисуса Христа. Это благословение огромное. У нас имя Иисуса Христа, это огромное благословение. Иов этого не имел. но у него было нечто, к сожалению, чего не имеем мы, зачастую. Даром ли богобоязнен? И отвечал сатана и сказал, даром ли богобоязнен Иев? Не ты ли оградил его? И сатана перечисляет дома его, пастбище его, семью его. Даром ли упрекнул, упрекнул Бога? Мы с вами ограждены, ваши семьи ограждены этим невидимым, но таким реальным забором. Мы находимся под защитой его святой крови. Мы защищены с вами, ваши дети защищены, защищены вашими молитвами, защищены лоном церкви, защищены. Ваши дети защищены истиной. Диамол имел большие проблемы с Иевом. Иев потерял все. Овернайт. Like that. Овернайт. Все потерял. Но он не потерял благословение. Знаменитая, 53-я Исаия, первый стих. Кто поверил слышанному от нас и кому открылась мышца Господня. Я знаю, многие из вас знают этот псалом, эту главу наизусть. Мессианская глава Исаии. Кто поверил слышанному от нас и кому открылась мышца Господня. Есть категория людей, к которым открывается мышца. Открывается мышца, это мышца, так говорят богословы, так и надо понимать. Кому открылась мышца Господня. Когда мышца Господня открывается на твою семью, на мою семью, на церковь, на народ Божий. В этой мышце все. Кому открылась мышца Господня. Здесь находятся все те, которые поверили слышанному, приняли Иисуса. И кому открыта мышца Господня. И вот в этой мышце благословения. В этой мышце благословения. Мы говорим в разрезе притчи о блудном сыне, как сын ушел. И мы стараемся возвратить его в отцовский дом. К любящему, милующему, прощающему, терпеливому отцу. Это правильно мы делаем. Но сегодня, в оставшиеся минуты, я хочу сделать ударение на том, что лучше не выходить. Это намного лучше, это намного блаженнее. Лучше не выходить. Я не говорю территориально, я говорю духовно. Территориально мы выходим. Мы выходим с наших семей. Мы выходим, молодежь в море жизни выходит, в учебные заведения, в образовательные институты, университеты. Дверь открыта. Широкое поле деятельности в Америке. Мы идем по нашим домам. Мы ездим. Я не говорю территориально. Есть нечто Богом зарегистрировано в Святом Писании, которое я называю это место твоего и моего брата и сестричка благословения. С этого места лучше не двигаться. Вместе этого благословения успех, вместе этого благословения исцеление, вместе этого благословения уважение, почет и у Бога, и у человека. Все вне этого там. Я опять не говорю территориально. Но духовное вы понимаете. Я говорю сейчас о... Написано всякое... Говорят, всякая истина параллельно. Все, что там, за стенами этого дома, это неблагословение. Каким в этом месте благословение, чем я обладаю? Скажу первое. Первое. Римлянам. Кто не знает римлян? Ну, пропущу римлянам. Я, наверное, возьму. Тимофею возьму. Доколе не приду, говорит апостол Павел к юному Тимофею. Занимайся чтением, наставлением, учением. Вот это территория благословения. Вот это территория благословения. Дальше говорит. Не не ради, а пребывающим в тебе дарований, которая дана тебе по пророчеству с возложением рук священства. Об этом заботься и в этом пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Евангельское учение. Слово Божие. Это место благословения. Как только мы уходим за, мы теряем урон. Позвольте чуть глубже пойти. Я пойду чуть глубже. Написано, что по прошествии некоторого времени младший сын взял имение и ушел в дальнюю страну. Вы прекрасно знаете. Вначале еще было чуть-чуть нечто, что держало его. Написано дальше, что... Я так интерпретирую, это моя интерпретация. Здесь у него не было жадности к деньгам, когда он потребовал час имения. Здесь было жадности. Мотив его был, наверное, в славе. Отец, я хочу добиться своего собственными руками. Как хочу, и где хочу, и с кем хочу. Отдай мне мое. Ему не надо были деньги. Он богат был в доме отца. Этот человек, который, говорят, родился с золотой ложкой во рту. У него все было. Здесь не желание быть богатым. Здесь строить свою судьбу так, как он захотел. И в этом большая проблема. Он ушел из зоны благословения. Я так скажу. Есть сейф-зон, я это называю. Зачастую в беседах сейф-зон. Есть безопасное место, гарантирующее вам, вашим детям, лично вам, вашим семьям, гарантирующее защиту Божью. Полную защиту. Полную защиту. Сейф-зон. Сейф-плейс. Сейф-спад. Так назову это. Это гарантия того, что мы благословены Богом. И будем благословены. И будем благословены. Брат цитировал. Восьмую римлянам, по-моему. Он цитировал 38-й. Господи, помоги. Стих восьмой главы. Да, 38-й. Апостол Павел говорит, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни силы, ни начало, ни настоящее, ни будущее не может отлучить нас от любви Божьей. Не может нас отлучить от любви Божьей. До тех пор, пока не выйдем мы из зоны благословения. А в 35-м стихе он говорит, кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь. Скорбь. Здесь есть те, которые находятся в скорби. Но вы благословены. Второе. Теснота. Здесь те есть. И онлайн есть. Я более чем уверен, которые находятся в тесноте. Но если вы находитесь в доме, вы имеете шанс быть благословенным. Потому что там, там, опять же, не территориально говорю, не в разрезе, расстояние говорю, но в духовном разрезе говорю, вы благословены. Гонение имеете, вы благословены. Затем говорит, голод, нагота, или опасность, или меч. Но вы благословены. Как написано, всякий день умерщвляют нас в жизни христианина. Таких потрясений бывает очень много. Но это не забирает Божьи благословения. Находясь в истине, апостол Иоанн говорит, знаменитое, для меня нет больше радости, чем слышать, что дети мои что делают. В истине ходят. Это место благословения. Это место благословения. Оставайся в этом. Оставайся в этом. Смотрите, я перехожу к Тимофею. Мне так нравится Тимофей. Это мы читали Тимофея. А затем я перелисту буквально две страницы. Апостол Павел говорит, держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня с верою и любовью во Христе Иисусе. Образец здравого учения. Мы с вами не христиане, только мы евангельские христиане. Я возвратился с Вашингтон-Ди-Си несколько дней назад с моим помощником по служению. Там другая история, почему мы были там. Но когда мы ходили по улицам, по проспектам Вашингтон-Ди-Си, мы видели изящные храмы, красивейшие, чего стоит только кафедральный и федеральный собор епископальной церкви. Красивейшее здание. А затем кафедральный католический собор, это второй собор. Недалеко от Белого дома, от Конгресса, от парламента. Христиане? Конечно, христиане. Наверное, христианская церковь. Открою для Вас секрет, что несколько лет назад самый главный лидер епископальной церкви, этого собора, где хоронят президента в Америке, было так называемое в кавычках рукоположено на старшего епископа, лесбиянка. Христиан? Это христиане? Христиане. И попробуйте возразить им, что они не христиане. Но это не евангельские христиане. Апостол Павел к юному Тимофею говорит, держись образца здравого учения. Это место благословения. Это защищенная зона. Эта территория защищена от всякого проклятия. А почему, Юрий, ты прочитал Валаама? При чем здесь Валаам? Скажу. Очень быстро. Читайте о Валааме 24 глава, 25 глава о Валааме. Его конец был очень печален. Он был впоследствии убит израильтянами. Ну, читающие слово знают об этом. И Господь в послании к пергамской церкви сказал нечто то, что он ненавидит. говорит Валаам, который научил израильтян есть и доложертвенное, и любодействовать. Научил. Представьте себе. Научил. Он не просто когда у него не получилось навести проклятие на народ Божий, а Валах, царь Моавицкий так его уговаривал с подарками, с дарами. Валаам говорит нет, не могу, не могу. И затем он провел целое учение. Он Валаку так сказал. Знаешь, что царь Моавицкий? Бог никогда не наведет проклятие на этот народ. Почему? А он благословен Богом. Никакое оружие сделанное против него не устоит. И против вас. Так как же нам поступить? Валаам говорит. А Валаам говорит, аааа, Валаам, научил тебя. Знаешь, что? Научи их, чтобы они вышли с территории from safe zone. Ну, это моя интерпретация. Я нигде проповедя не заимствую. Говорит, научи, чтобы они вышли из территории благословения, и тогда они сами на себя навлекут проклятие. А так можно? Можно. Оказывается, так просто. Конечно. И не надо гнев Божий на израильский народ. Они сами на себя наведут. Они уйдут из территории, и ты увидишь, что Господь с ними начнет делать. Лучше не уходить. Оставайся на месте. Оставайся на месте. Так и поступили. Так и поступили. То, что не смог сделать Господь, Господь сказал, они благословен. Посмотри на пастбище, посмотри на народ. Собственными руками человек взял, израильтяне взяли, начали есть идоложертвенное, что было запрещено Богом, и любодействовать. Я новости не скажу. Я потерял своего американского друга, чернокожего, пастыря церкви. Несколько лет мы общались, молились вместе. До тех пор, пока я не зацепил. Говорю, а Коринфян апостол Павел, как ты понимаешь? Никакой блудник, прелюбодей. Я начал перечислять, читать. Вы знаете, читающее слово. Царство Божие не наследует. А, Юрий, это ваша культура. Я говорю, как культура? Как культура? Что такое говорит? Это черным по белому написано. И даже в последней книге Откровения, 22 глава. Читайте, что написано. Для таковых участь озере горящим огнем и серой. Он опять улыбнулся. Я говорю, назвал его по имени. Прошу прощения, я не о личностях сегодня. Я не о личностях. Видит Господь мое сердце. Говорю, в твоем комьюнити, говорю, брат, дорогой, в твоем комьюнити 80% детей, включая в церквах. Очень много чернокожих церквей, очень много в Америке. Десятки тысяч, если вы не знали. И вот брат говорил о одной статистике. Хорошо говорил. А я другую приведу. 80% в комьюнити черно-американцам, 80% дети, это дети блуда. Христиане? Христиане, конечно. Я говорю, а как это понимать? Ну, почему у вас такое происходит? Где вы потеряли благословение? Где потеряли проклятие целое, на целом наследии, в четвертом поколении? 75% тюрем из 3 миллионов в Америке, 75% в тюрьмах, это население, а 25% белое население. Я говорю, как это понимать? Это же проклятие, это проклятие на семье, сплошная безотцовщина. В Америке очень много мужчин, но как мало отцов. это коснулось статистика последних 5 лет, по 5 лет последних, 55% разводов, это уже всех, это не черноамериканцев, нет, в христианских церквах, разводов. Вы и я, мы не христиане только, мы евангельские христиане. Это это незыблемо, это непоколебимо, непоколебимо вопрос развода или вопрос жизни добрака. Для евангельских христиан это непоколебимо. Я говорю, интерпретируй. А он говорит, знаете что, говорит, это ваша украинская культура такая. Знаете, что я сделал? Я прервал всякое отношение с этим человеком. Почему? Апостол Павел говорит, читаю, я перелистнул, там же, где Тимофею. Ибо будет время, когда здравого учения принимать что? Не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые что? Льстили бы слуху. Вы получили, я вместе с вами, и я не то, что этим горжусь, я в смирении и благоговении благодарен Богу. Мы получили здравое евангельское учение. Последнее и буду оканчивать. Я говорил пастору, говорю, я возможно в следующий раз буду проповедовать через несколько месяцев, ну в порядке череды, поэтому я чуть больше времени возьму. Мы Анатолий Кальчик, брат возлюбленный, купил нам, ну помог купить нам дом, здесь в Кавентон, недалеко, и как нормальные, порядочные соседи, мы начали знакомиться с соседями. Ну, это все, наверное, делают. Подошли к одному, вот, говорим так и так, задали несколько вопросов, вы в церковь ходите? Муж посмотрел на жену, жена, культурные люди, нормальные люди, соседи, американцы, жена на мужа, он, нет, мы не ходим, моя жена более прямая, чем я, она уже там начала евангелизировать, вот как брат говорил, она, почему вы не ходите в церковь, так прямо ему, а они совершенно мирские люди, почему, говорит, не выходите в церковь, так она прямо и настойчива, я думаю, что сейчас будет, Господи помилуй, но не восприняли в Америке, так если ты будешь настигать, обидеться, они нормально восприняли все, мы подошли к другим соседям, говорим, узнали, они христиане, о, смотри, христиане, наши, наши, через короткое время делают они пикник, и приглашают нас, мы приходим, принесли то, что надо принести, мы заходим на их территорию, большая территория, мы узнали, что они христиане, ходят в одну большую американскую церковь, евангельского направления, нашего с вами, думаю, вот есть с кем молиться, друг друга поддерживать, мы заходим, несколько человек там уже собрано, я глазам своим не поверил, стоят бутылки с вином и бутылки с пивом, христиане, ассамблея Божия, церковь, христиане, христиане, евангельские христиане, а что Библия об этом говорит, евангельские христиане, нет, нам пришлось раскланяться так и уйти, с тех пор мы на пикники не ходим, а как вы поступили бы, молодые люди, когда в колледже или в школе приглашают вас и говорят, давай, let's have party, let's have party, let's have party, понимание, знание, осознание того, духом заложено, вашими родителями также заложено, мысль о том, что вы не христиане, вы евангельские христиане, которые живете по Писанию, один меня укорил, тоже американец, говорит, ну вы живете по букве, надо жить по духу, Господь говорит, смотрит на сердце, я возмутился, временами мы позволяем себе возмутиться, я говорю, с каких это пор моего Господа ты сделал слепым, не видит, он сердце, он лицо, он все смотрит, на все смотрит, если ты и я христианин, Господь все видит, слепым сделали Господа моего и вашего, он Господь не видит, Господь только на сердце смотрит, но Он видит, Он все видит. Мы исповедуем Господа все знающего, все проникающего, все разумяющего, все видящего. Вот такой, вот такой Бог наш. Я буду оканчивать. Это интересная тема. Если вы ничего не запомнили из произнесенного, а я вижу, вы очень внимательно слушаете. Спасибо вам, друзья, потому что это не мое слово. Я от Господа принял, вам и передал. А теперь на суд ваш, на суд каждого. Если ничего, или онлайн, ничего не запомнишь. Если ты христианин, стань евангельским христианином. Бог на небо к себе других не заберет. Он не заберет христиан. Он заберет евангельских христиан. Те, которые исполняют и дух, и букву Писания. Ни одна иота, ни одна черта, исказанного, написанного в этой святой книге не пройдет. Пусть над тобой смеются, смеются, улыбаются. Где вера твоя? Ну он же умер. Ну он же умер. Молодой человек. Я разделяю чувства, потому что он похоронил молодого человека, юноша. Похоронил близкого своего родственника. Дядю похоронил. Это мои недалекие, ну или далекие родственники. И вот со слезами, на глазах, прямо он упал мне на плечо, прям плакал, прям рыдал после похорон. И говорит, онкл Юрий, Why my dad is passed away? We have prayed. We have believed. We have stayed together. Why? The Lord just took my father. Я говорю, назвал его по имени Майкл. Майкл, твой отец умер, но он умер в вере, не получившей обещанного. Мы в вере стояли до конца, за твоего отца. Церковь многочисленная стояла до конца. И говорю, лучше умереть твоему отцу. В таком молодом возрасте, но в твердой вере, что Бог может воскресить в самый последний момент, в самое последнее мгновение, может исцелить, исцелить самое. Лучше в такой вере не получить обещанное, умереть, водвориться у Господа, там, где радость неизменная, никогда нескончаемая, вечная радость, чем прожить христианином, христианином. Веру, полувера, вера, полувера, неверие, полуверие. И в глубокой старости может быть здоровым умереть, но в неверии, но в неверии. И мы с вами, евангельские христиане, оставайся в доме, оставайся в доме, оставайся в доме. Лучше в доме. Лучше. Это я первое именовал, истина, которая нам открыта, это защищенно. Второе, это супружество, это семья, это место благословения. Это хорошее место, это правильное место. Отношение мужа с женой, это здорово. Это место благословения. Когда эта ячейка разрывается, приходит проклятие на одну сторону, проклятие на другую сторону. И что, Бог виноват? Нет. Почему вы ушли из этого безопасного места, где Бог сочетал вас? Где Бог сочетал, где церковь сочетала? Где вы стояли под благословением Господнем, под пастырскими руками, и Дух Божий почивал над вами? Что произошло во взаимоотношениях? Где грех дал? В мыслях ли? В поступках ли? В словах ли? В мотивах ли? Где трещину твоя вера дала? Супружество, семья, это место благословения. Не нравится отец, но это место благословения. Мама, может, не так привлекательно начала в свои 70 или 80 лет. Это место благословения. Это отцовский дом. Это место благословения. Это место благословения. Дьявол никогда не подступит к тебе, если ты находишься в отцовском доме. Попробуй выйти, как я начинал. Там, там, за пределами, там проклятие. Там проклятие. Да, мы идем туда. Да, мы проповедуем. Да, мы свидетельствуем. Да, мы уговариваем. Мы увещеваем. Мы просим. Примиритесь с Богом. Придите к Иисусу. Мы говорим. Но там. Это не ваше. Это не мое. Мое и ваше. Это здесь. Пастыр не нравится. Но это место благословения. Диакон слишком может быть высокий. А ты бы хотел, может, или я бы хотел, чтобы он был чуть ниже. Не нравится? Но это место благословения. Это место благословения. Аллилуйя. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова